Химчистка, польский городок. Но сегодня это уже не место, где вы стираете свое белье, а место, где вы обслуживаете свое авто. Цех кузовного ремонта, по-другому, самый крупнейший в городе, М5. Но сегодня мы приехали сюда для того, чтобы развеять некоторые слухи о том, что оригинальные японские масла это очень дорого. Сегодня и сейчас оригинальные японские масла можно заливать совсем не задорого. По цене? По цене самых распространенных. Но лучше попробовать все-таки базовое масло и демицу, которое предлагает фирма Тайяма Авто. Она располагается здесь же. Если вам нравится не сказка, а правда, то вот она, чистая. Во-первых, надо разделять тех, кто нефть добывает, тех, кто производит базовое масло, получаемое после возгонки нефти, тех, кто его перерабатывает и тех, кто его продает. В подавляющем большинстве случаев тот, кто нефть и газ добывает, не имеет к переработке нефти никакого отношения. Надо понимать и то, что 80% продуктов возгонки нефти – это бензин, керосин и солярка. Все остальное – эфиры, масла и мазут. И малая толика от того, что остается не спаленным в двигателях машин, судов и самолетов, тщательным образом перерабатывается. Грамотно и в больших объемах это делают всего 10-15 фирм, очень авторитетных. Ну а дальше работа добавок, присадок, насыщение водородом и опять же перегонки. Так вот, фирма Идумитсу относится ко второй категории – изготовителей базовых масел. Абсолютно естественно, что она, имея свои заводы по переработке, предлагает масла и для продажи. Итаяма Авто, как официальный дилер, дает вам такую возможность – их приобрести. Теперь про роль продавцов. Для них есть дивная лазейка, как то фирменные упаковки японских масел, от автопроизводителей типа. Тут важно понимать, лазейка эта искусственно превратилась в лохотронский денежный водопад силами российских дилеров и продавцов. Потому что реально цена за единицу объема того, что налито в жестяную банку с фирменным шильдиком, от того, что продается известными брендами, не отличается. Это как привязать автовладельца заправляться на одной единственной заправке. Бред, согласитесь. И главное, что разумом это начинаешь понимать здесь, в Тайами Авто. Начиная от того, что у нас представлен практически весь ассортимент на все японские автомобили, соответственно, и цены на порядок ниже, чем у официальных дилеров. Это связано в первую очередь с тем, что мы напрямую работаем с поставщиками, минуя всяких посредников. И в то же время стараемся держать цены, чтобы были приемлемы для потребителя. То есть ваше оригинальное масло стоит столько же, как и крутой, разокрученный бренд, что ли? Получается так. Даже можно сказать, что и ниже. Так, теперь мне хотелось бы сказать и о том, что вот если мы заезжаем на фирменный дилерский центр, и нам выставляют счет и парят, оригинальное ли это масло. Может быть, стоит приехать к вам, ту же самую процедуру провести здесь и залить такое же оригинальное масло? Ну, вы можете приехать к нам, просто взвесить цены, какие можем предложить вам и дилер. И, соответственно, мы можем показать ту массу, конкретно ту канистру, которую вам зальется в ваш автомобиль. Это будет оригинальное масло? Это будет абсолютно оригинальное масло. На прошедшей выставке грузовик-бензоколонка 2009 немногие представлялись, но все-таки кризис, наверное, но Таямам авто сохранило свое лицо, и японские машины показали, и новые масла Эдумицу. Давайте поговорим, что это за масло? Ну, масло Эдумицу является очень широким брендом не только в Японии, но и в Америке. В частности, можно сказать, что Камацио рекомендует его свои двигатели, а Камацио в рекламе не нуждается. В данном случае Эдумицу является базовой основой практически для многих оригинальных масел Японии, начиная с Хонда, Субару. Вот, это, в принципе, все подтверждено. Можно даже взять вот канистру любую, и там будет видно. В данном случае Эдумицу, чем еще интересно, что цена у него тоже на порядок ниже, чем, скажем, взять распространенные бренды, которые у нас есть в Монтагорске. Вот, и, соответственно, продукция эта по качеству не уступает, а даже и в некоторых случаях превосходит. Я смотрю даже на вот канистры, она вот выполнена в зеленый цвет и экологический сертификат, но вот там за вами я видел интересные масла 0W20. Такой маркировки я не видел и такой вязкости вообще нигде. У вас оно есть? Да, можно даже вот убедиться, глядя на витрину, то есть есть, допустим, для Тойоты 0W20, для Субару 0W20, для Мазда 0W20, хотя как бы канистры одинаковые. Вот, но это связано, в первую очередь, с технологическими особенностями, с конструктивными особенностями двигателей японских. Учитывая, что Япония, страна, все-таки субтропик там, если не память не изменяет, ну, скажем, жаркий климат у них, а у них завод-изготовитель рекомендует 0W20, 5W30, то есть, не как у нас такие распространенные, как 5W40, 5W50, более универсальные масла. То есть, они стараются свои двигатели лить массово с учетом, с особенностей двигателя. Ну, и особенность двигателя японского, это грамотная работа и долговременная на высоких оборотах и отдача там. С двух литров, Хонда выкачивает 220 лошадиных сил, это, по-моему, чемпион. Так, хорошо, все-таки остановившись на оригинальных маслах, либо на маслах и на Митсу, скажем, а вот если, допустим, человек, который залился маслами у вас, поехал на трассу, такое же часто случается, что говорят, вам необходимо потом доливать только в дилерском центре, так ли это на самом деле? На самом деле нет, потому что, в принципе, сейчас нет такого, как раньше, что дилер имел право там на определенную марку автомобиля, и, соответственно, масло он имел. Сейчас, в данном случае, можно найти это масло практически в любом, скажем, центре, в центре Челябинска, я имею в виду таких крупных городах. Если, скажем, у вас, вы на трассе сломались и, соответственно, нигде нет ближайших магазинов, но вы знаете основу, которая у вас в масле используется, данная минералка, полусинтетика или синтетика, вы смело можете залить любого производителя, ну, чтобы не мешали именно, не мешали синтетику с полусинтетикой, минералку с полусинтетикой. Нас удивляет, конечно, Япония, и, конечно, хотелось бы еще раз туда поехать, но, подождите, Япония и Бош, это как? Это даже не близнецы-братья, это Германия же должна быть, или как? Ну, в данном случае все вот приходят и не верят, говорит, разве возможен Бош в Японии? Ну, что мы обоснованно говорим, что вот посмотрите на коробочку, как она изготовлена, соответственно, на код десятизначный товарный, и, соответственно, где сделано производитель. Ну, и на сам продукт посмотрите, Бош. То есть в Японии Бош существует и очень качественный. Да вот такого качества фильтра в салонах я, честно говоря, не видел. Чистый угольный фильтр, еще и в рамочке, еще и с уплотнением у него. Еще и с уплотнением, то есть довольно такой качественный фильтр, имеет в данном случае заглушечку, вот это от автомобиля Хонда Аккорд. Соответственно... Старую вот выкидываем, а новую в столе. Да, то есть если там заводным изготовителям предусмотрено, что установка фильтра салонного есть, можно вырезать заглушечку там, которая будет ее выбросить, и такую вот заглушечку фирменную поставить. Так. Уплотнение будет 100%. А вот это что такое? Ну, это спортивный фильтр PAA, очень известная фирма. Вот, соответственно, он известен тем, что ставится на очень форсированные движки, на автомобили, которые любят быстро ездить. Соответственно, владельцы, которые любят поездить с ветерком. А вот цена этого фильтра с ветерком не ушибет, допустим, бюджет? Потому что есть у меня такая машинка, знаешь же ее? Ну, не шибко, я думаю, ушибет, потому что мы стараемся тоже цены здесь держать более плавно. Они, конечно, дороже, чем Бошевский фильтр, вот, но ни в три, ни в десять раз. Ну и вывод. Япония, как наиболее технологически развитая страна в Азии, в которой счастливо, здорово и здорово проживает большая часть населения Земли, позволяет работать и соседям. По единственно грамотному принципу у рыночных отношений. Качество, востребованность, объем продаж и низкая цена. Они там геном наживы давно сменили геномом разумной достаточности. Нам, россиянам, это сделать сложнее. Но подвижки есть. Взять, к примеру, принцип работы фирмы Таяма Авто. Высокие технологии и качество. По вполне доступной цене.